Всем огромный привет! С вами я, Анна. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, все уведомления. Сегодня у нас слепые за тесты, часть 2. Слепые за тесты мне прислала Екатерина Мухарская. Первую часть я оставлю ссылочку под видео. Проходите и смотрите, если вам интересен такой формат. Сегодня, наконец-то, у меня есть время. И есть самое главное, самое главное... Есть немножко какая-то бодрость, знаете, а то я тут совсем уже решила. Все-таки надо, пора, пора уже возвращаться. Итак, здесь у меня находятся ответики. Здесь у меня оставшиеся 5 сэмпликов. И это за тесты от Екатерины Мухарской, моей подписчицы. Мы общались, она мне присылала на обзорчик. В общем-то, давайте. Эти ароматы я тестировала ранее. То есть, не сейчас, не вчера, а где-то неделю уже назад. Я делала себе заметки по каждому аромату. И даже первая часть довольно-таки удачная у меня как-то вышла. Ну, что-то удачно, что-то неудачно. Интересные очень ароматы. Подборка очень разнообразная. И встречаются какие-то такие ароматы, которые даже снятости. И те ароматы, с которыми я, наверное, в жизни никогда не познакомилась. И поэтому, если у вас есть такое тоже желание, вы можете мне прислать что-нибудь на слепые за тесты или просто на знакомство. Кстати, сегодня я получила еще одну посылку. Болтаем-болтаем. Полторы минутки. Почему бы, собственно, и нет. Итак, давайте начинаем. Слепые за тесты. У меня сегодня будут импровизированные такие салфеточки. Я уже не помню, про что эти ароматы. Но у меня есть моя подсказка, которую я себе писала. У меня есть ответы. Когда я сниму видео, естественно, я вам сюда все картиночки вставлю. И вы уже будете видеть на момент, когда я тестирую аромат, что это за аромат. Ну что, поехали. Итак, номер 6. Такой отливантик, слегка розовая жидкость. И это сразу по первым нотам это шипр. Это шипр. И у меня сразу здесь также написано, что это шипровый аромат. Я здесь ощущаю, по моим ощущениям, здесь есть роза. И здесь есть какие-то подвяленые, что ли, ягоды, может быть. У меня написано клубника, вишня, вяленая. Ну, знаете, вишня и клубника вяленая, это чернослив, это такое что-то кисленькое. В общем, что-то такое. В общем, у меня здесь написано также сахар, фрукт, фрукты, клубника. Ну, точно не клубника, но какие-то фрукты здесь есть. Аромат я чувствую. Здесь есть явно какой-то роза и мускус. Также я здесь чувствую какие-то пудровые нотки. У меня записано древесина, возможно, сандал под вопросительным знаком. Также я здесь чувствую пудровые нотки. Возможно, это ирисовые ноты. Ну, и у меня здесь какие-то подвальные пачули, возможно. Вообще, про аромат. Аромат звучит... Вообще, шипры, они для меня красивые. Я очень люблю шипры. Аромат статусный. Аромат, как будто бы мне напоминает что-то... Вот, очень что-то дорогое. Очень элегантное. Очень красиво. Роза, фрукты, пачули. Что-то сладенькое. У меня написано ретро-винтаж, ну... Я бы не сказала, что это ретро-винтаж, но это какая-то классика. Это что-то такое классическое и очень красивое. В смысле, как классическое? Это такой классический аромат. Не молодой девочки, а какой-то женщины. Очень шикарной, которая выходит из машины. Знаете, такая... Красивый аромат. Мне уже интересно, что это такое. Давайте посмотрим. Я достану все ответы. Так. Шесть. Ага. Катя подписала мне шесть. Давайте посмотрим, что же это такое. Мне самой очень интересно. Ой, какой-то очень интересный флакон. О, боже мой. Да, это же La Panthier. Le Guerre. В общем, это Cartier. Ничего себе. Здесь флакончик с мордашкой с какой-то. Я не знакома с этим ароматом. Аромат выпущен в 2015 году. Так, сухофрукты. Сухофрукты. А я здесь услышала вяленую вишню с клубникой. Ну, допустим. Ну что. Надеюсь, мы с вами все тут выяснили. Аромат шикарный. Знаете, вот после таких затестов всегда хочется себе каких-то новых флаконов. Я бегу сразу на сайт, смотрю рандеву, потому что там действительно хорошие цены. И там можно найти снятости. И там можно найти те ароматы, которые сейчас мало где можно найти. Также еще у меня там есть свой промокод, который я использую. Но сейчас мой список хотелок настолько огромен, что я просто вообще боюсь уже новые ароматы пробовать. Но это всегда приятно. Так, поехали дальше. Давайте пробовать дальше. Сэмпл номер 7. Так. Я брызгала. Давайте. Этот аромат, он очень зеленый. Зеленый, свежий, лаймовый, лимоновый, цитрусовый, травяной. Здесь много для меня какой-то зелени. У меня он записан как свежая мята, лимон. Свежая трава, влажный, озоновый. Очень терпкий и древесный. Он такой кисленький, он такой бодренький. Очень освежающий, приятненький. Но я думаю, что это какой-то хорошенький такой люкс. Возможно, даже унисекс. Больше я ничего не могу сказать. Как я себе записала, так я себе его и слушаю. Давайте смотреть. Мне уже не терпится. Мне не терпится. Вы даже не представляете, какое-то искушение посмотреть, какой там аромат. Просто вот сель. Это кинзо. Лемонт из био кинзо. Слушайте, какой он красивый. Кстати, этот аромат я вспомнила. Я его наносила на себя на ночь. И вот вы знаете, точно, здесь у меня не записано уже, сейчас я вам скажу. Я вспомнила этот аромат. Я наносила его на ночь. Когда вот я только-только заболела. Он действительно вот нахолодно на бумаге. Он звучит вот так. Такой зеленый, цитрусовый, свежий. Действительно свежий. И, кстати, аромат выпущен аж в 97 году. А когда этот аромат усаживается, и когда в нем раскрывается база, он становится пряно-теплый. Вот с бумаги сейчас этого не слышно. Вообще, слепые затесты. Вот чем хорошо, что все-таки было у меня время их протестировать. Действительно, первые ноты и даже 15 минут аромат, он так не раскрывается. Конкретно вот этот седьмой аромат, я его вспомнила, когда я его тестировала. Он безумно красиво раскрывается. Он от свежего, цитрусового, зеленого вот этого вот аромата всего. Вот я тебе записывала. Трава свежая, влажная зона. Почему-то мята. Что здесь мне могу давать мяту? Ну, может быть, жимолость. Базилик, кстати. Базилик, возможно, травность вот эту мне давал. Этот аромат к раскрытию базы очень становится теплый, приятный, такой женственный, такой феминный, очень весенний. Я помню, что я хотела записать себе. И, видимо, просто все болезни моих детей выбили меня из колеи. Вы знаете, я себе хочу этот аромат. Мне он так понравился. Ой, какой он красивый. Какие тут красивые нотки. А еще здесь очень красивый флакон. Он такой несовременный. И вот такой бы аромат я бы себе хотела. Кстати, в конце я подведу некоторые итоги. Так, это что тут не лежит? Так, давайте. Это у нас Акортье. Поехали дальше. Восьмой аромат. Так, давайте сейчас я. Восьмой аромат. У меня как-то вот сегодня не очень хорошо с блоттерами. Восьмой аромат. Мне их жалко. Они такие все хорошенькие. Такие все вкусненькие. Так. Это тоже свежий аромат. И вы знаете, я в этих ароматах почувствовала вкус. Собственно, Екатерина, твой. Прослеживается какой-то направленность ароматов. Какие-то, конечно, абсолютно разные. А вот вторая половина мне показалась очень схожа. Смотрите, что я себе записала. Я себе записала, что он мыльный. Мыльный в хорошем смысле слова. Для меня мыльный аромат – это аромат белых цветов. И альдегидов, и какой-то чистоты. И у меня здесь записано ландыши. Белые цветы. Тоник. Мохито. Он свежий, бодрый. Здесь тоже записано мята. Но мяту я путаю всегда с черной смородиной. Я себе записала мята, черная смородина. Ну, что-то вот из этого. Здесь какая-то есть пудровость. Он какой-то немножко кислит. Ирис, фиалка. Он очень тонкий, женственный, феминный тоже. Здесь очень красиво. Вот эти белые цветы. Он очень такой весенний. Прямо вот 8 марта. Тоже прекрасный аромат. Очень интересно, что же это за ароматец под номером 8. Но здесь точно есть какая-то то ли смородина, то ли лайм, мята, что-то такое здесь. Зелено. Что-то такое есть. Давайте скорее смотреть. Мне не терпится. Просто у меня нет сил. Я не могу больше терпеть. Они у меня так давно стояли. Так давно. Я такой аромат не знаю. Вы его уже видите. Я даже не знаю, как это прочитать. Но, в общем-то, вы все видите на экране. А я еще вот только читаю. Давайте посмотрим, что я здесь угадала. Так. Смородина, мята. Я себе писала. Ландыш и тоник, мохито, ирис, фиалка. Что же здесь из этого есть? Ну, белые цветы есть. Дыня, ландыш, мандарин, бергамот и черная смородина, маракуйя. Слушайте, какой красивый аромат. Сделан он у нас в 2006 году. И красивый, кстати, да, очень флакон. Шикарно. Я с таким не знакома. Ирис. Ирис, да, я слышу. Так. Почему-то мне здесь слышится мохито. Ну, мохито мне, наверное, дает тоже черная смородина. Это какая-то зелень, лайм, что-то такое свежее. Мне надо просто как-то вот уловить. Мне черная смородина всегда со мной играет в злые шутки. Я слышу то ли лайм, то ли смородина, то ли лимон, то ли зелень. И все это вместе выходит вот в такую вот смородинку, в общем-то. Классный. Какой красивый аромат. Кстати, фиалка здесь тоже есть. Я себе писала ирис и фиалка. Магнолия, роза и даже нероль. Слушайте, он очень красивый. Вот аромат кинзо и вот этот аромат, я его не знаю, как посчитать. В общем, Элджини Ренс. Я боюсь очень неправильно сказать, так как в первый раз вообще читаю и вижу такой флакон. Я понимаю, что это очень классно. Хотя парфюмерный рейтинг на фрагрантике 3.83. Это, кстати, довольно низко. Не знаю, почему такая оценка. А следующий аромат, слушайте, следующий аромат, это самый странный аромат из всей подборки. Я уже писала Катерине, кстати. Это максимально странный аромат. Он очень странный. Вы уже видите, что это такое. А я еще даже не знаю. Для меня это кисло-соленое что-то. Что-то кисло-соленое, не рассольное, но что-то такое. Вроде как и морское. И вроде как, может быть, здесь какие-то есть водоросли. Вот сейчас модное что-то такое. Смотрите, что я записала себе. Я записала себе, что мне... Это правильно я записала? Так. Потому что я себе написала укроп, соль соленым пахнет. Пахнет мне чем-то фужерно, зеленым. Мокрая древесина и мох. Ну, это первые мои были впечатления. Что я вам скажу сейчас? Это пахнет очень солено, действительно. Как-то минерально. Возможно, какие-то мои ассоциации. Ассоциации с морской пеной. Знаете что? Я дала этот аромат попробовать своему сыну. Я сказала, чем тебе пахнет. Я пытала всю свою семью. Даже свою дочку. И она была со своим другом. Я нанесла на них. И что мы с вами сейчас? Я вам все расскажу. Я не одна их, если бы за тесты у нас были. Мой сын сказал, что это пахнет склизко. Я Кате давно написала, а говорю, Катя, у меня сын сказал, что пахнет склизко и кисло. Я даже не знаю. Носила бы я это на себе. Однозначно сказать не могу. Могу сказать точно, что это мне невероятно сильно запомнилось. Я не знаю, что это такое. Звучит очень странно. Возможно, даже это люкс, ниша. Потому что, знаете, ну, не каждый человек такой аромат, мне кажется, сможет носить. У меня все. По-моему, я все, что хотела, все сказала. А, да, дочка, кстати, с другом сказали, что тоже им это звучит как-то зелено и солено-кисло. То есть мы, в принципе, совпали в своих мнениях. Давайте посмотрим, что же это такое. Вот больше всего 9. И здесь такой смайлик, чтобы я не перепутала циферки. Ей подписано 9. Хотя очень хорошо заклеила это. Ой, это мюглер для женщин. Вуманите. А какой красивый флакон. А мне интересно, какие тут ноты. А нот я не вижу. Нот здесь нет. Ну, ладно. Я поищу их потом и вставлю вам картинку. Давайте посмотрим, как описывают этот аромат на фрагрантике. Древесно-фруктово-съедобный. Ну, если взять, что я написала укроп. Животный. Зеленый. Ореховый. Морской и свежий. Ну, слава богу, что хоть какой-то водоросли морские. Мне тоже здесь слышится. Очень интересно. И я посмотрю, что же там все-таки. Потому что здесь нет ноток. Прошлых были. Здесь нет. Я поищу. Обязательно здесь будет картинка. Мне само интересно, что же там такое. Потому что какой-то невероятный аромат. Вуманите от мюглер. И очень красивый флакон. С какими-то железочками. Такими как с украшениями. Да. Я бы даже сказала, что это возможно даже аромат унисекс. Я бы не отнесла его чисто к женским. Хотя он заявлен здесь как женский. Вау. Этот аромат мне запомнится на всю жизнь. И все-таки мне интересно, что там такие за ноты. Буду специально искать. Ну, вы на картинке увидите. Так. У нас остался последний аромат. Последний аромат. Ой, какой он красивый тоже. Вот, кстати, знаете что? Вот последний аромат. 7-8. Вот прям они как-то все в одном направлении таком. Белоцветочном. Я себе просто записала. Это какие-то влажные белые цветы. Они весенние. И здесь я чувствую тоже как будто бы кувшинки. У меня написано весенний букет цветов. Гиацинт, сирень, влажные ландыши. Это какие-то тонкие такие зеленые стебли. И знаете, он звучит очень-то весеннее. И мне как будто бы он отправляет в сторону, знаете, вот этот аромат, который у нас был. Сейчас я скажу, скажу. Вот уже из этих вот кензо, который. Вот это какой-то такой вот. Вот здесь написано 97-й год. Мне такое ощущение, что они какие-то прямо рядом. Вот этот аромат, он очень вкусный. Он каких-то вот 90-х, конца 90-х годов. Мне такое ощущение. Вы знаете, такой какой-то вот, даже не 2000-й. Он очень приятный. Он очень классный. Очень красивые весенние цветы. Такие звонкие и нежные. И я бы себе такой аромат тоже хотела. Мне безумно понравился. Классный. Вот если девяточка у меня под сомнением, вот эти соленые, непонятные, укропные ноты, зеленые, кислые, я бы сомневалась. А вот это прямо вот мое. Прямо вот я такое люблю. А сейчас, знаете, конец февраля. И вот сейчас вот март. Я бы прям с удовольствием носила такое. Ой, а как это красиво. Ой, просто невероятно. Давайте посмотрим, что же здесь у нас спряталось. Мне хочется, чтобы это было не очень дорого, потому что мне захотелось тоже себе это приобрести. Ой, какая прелесть. Это же Исей Мияки. Это Лео Де Айсей Пюр. Пюр Айсей Мияки. В общем, это вот такой флакончик. Ну, вы это видите, да? Я смотрела на эту линейку. Вы знаете, у меня даже... А, кстати, выпущен он в 2016 году. А я бы вот отнесла его, как будто бы тоже вот в тот какой-то конец 90-х. Исей Мияки я вообще знаю очень мало ароматов. И, собственно, это получается второй. Первый аромат, с которым я познакомилась на слепых, кстати, за тестах, это был какой-то там дропс, такой диск белый с влажной сиренью. И, вы знаете, в нюх есть какая-то общая ДНК. Мне очень понравился этот аромат. Вообще, я себе планирую что-то приобрести из Исей Мияки. Возможно, даже это будет этот аромат. Ко мне пришел Поршик. Поршик, иди к нам. Слушайте, Катя, попадание на все 100%. Из всех ароматов... У меня часть ароматов убрана и в косметичке сейчас, если я буду рыться. Но зато у меня здесь записаны вот эти ароматики. Что бы я себе хотела? Теперь давайте поболтаем. Что бы я себе здесь хотела? Мне очень понравился аромат... Нет, давайте все-таки я сейчас отостану. Я достала свои вот эти листочки, которые были у меня первые 5 ароматов. И хочу сказать, что бы из этих ароматов, из Катиной подборки, прямо мне очень сильно, очень понравилось. Мне безумно понравилась Аква Аллигория Пассифлора. Это такой сочный цитрусовый аромат от Герлен. И прям, ну, очень понравился. Сильный мне, кстати, уже посоветовали, где можно взять не конкретно его, а хорошую, как бы аналоговую парфюмерию. Ну, я задумываюсь над этим, потому что действительно аромат мне безумно понравился. Такие сладкие цитрусы, тропические. Также изумительный просто аромат от Modern Muse La Roche Gloss Estee Lauder. И там аромат... Я когда снимала первые затесты, я пропустила. Когда читала пирамидку, потому что я была просто поражена какая-то пирамида, я же вслепую, да, снимала. Здесь была нота винила. Вы можете пересмотреть то видео. И действительно, это уникальный такой аромат, который... Я такого тоже раньше не встречала. Безумно было интересно. Энкрануар, пюр элли лолик, тоже мне тоже понравился аромат. И он открывается по-разному. И действительно, мы с Катей переписывались, на ней он так звучит, а для меня он звучит иначе. То есть, ну, это просто волшебно. А вот Narcissa Ombre, я немножко разочарована. И скорее всего, на данный момент это не в хотелочках. Вот чем хороши слепые затесты вообще, когда мы носим вот Левантов. То есть, я его очень хотела. Возможно, когда-нибудь я его приобрету, но это не первостепенное. Мне понравился маск Мансера. Wave маск. Но, опять же, не настолько сильно, насколько бы я их хотела приобрести. А вторая половина просто... Мне кажется, мне очень понравился аромат от вот этого Cartier. Безумно красивый шифр. Я такие не пробовала. Вот этот аромат от Agents Rens. Я неправильно читаю. Тоже очень интересный. Просто реально какие-то подборки женственные. Семияки. Вот этот Kinzo. Боже мой. А вот этот Mugler в Humanity. Это вообще что-то такое Unreal. Какой-то они с этой планеты. Я такого раньше не чувствовала, не знала. Катенька, еще раз спасибо большое. И также, если вы хотите прислать меня на слепые затесты или просто какие-то отливанты, и я буду узнавать, знакомиться и рассказывать вам свои ощущения. Всем огромное спасибо, что вы сегодня были со мной. Всем пока. До скорой. До скорой встречи.